Магомедов 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 Продолжение следует... ...что все телезрители и все наши болельщики по достоинству оценили то качество, ту картинку, то качество боев и в целом то количество стран, которые принял наш пятый чемпионат мира по версии WMMA. Мы отрадно осознавать, что сегодня в Астане не только президент WMMA Вадим Фингерштейн, но и президент IMAF Международной Федерации ММА Керрит Браун. Как известно, в настоящее время обе организации ведут активные переговоры по потенциальному слиянию и мы были просто счастливы стать очередной диалоговой площадкой. И очень важная при этом. Отсудили очень интересные вещи. Вчера, сегодня, мало что касается нашей сборной, я считаю, что она выступила выше всяких похвал. Это лучший результат в истории нашей сборной за все время. Две золотые медали, четыре серебряные и две бронзовые. Лишь два наших парня остались без наград. И то, Аблайд Улеш, он должен был по-любому брать медаль, минимум серебряную. Просто с Нежреблевкой ему не повезло. Конечно же, хотелось бы поблагодарить в первую очередь за это главного тренера Ибета Шахутова, президента Национальной Федерации ММА Панкардиона Греблинга, Санедика Микеева. Это мои соратники, мы все в едином кулаке, в единой команде работаем. Вот уже два года и я считаю, что вот это наше трио совместно, которое подкреплено дружным взаимодействием регионов и дало тот результат, который мы имеем сегодня. Да, и в самом деле две золотые награды – это результат не самих спортсменов, конечно же, не только их усилия, но и всего тренерского штаба. У нас до этого всего лишь было за всю историю две золотые медали. Ну, это большой результат на самом деле. Тут можно много что говорить и домашние стены, и очень много факторов, но соперники очень сложные на самом деле. Сборная России – это, несомненно, фаворит на любых турнирах, и поэтому вырвать золотые медали в такой высокой конкуренции дорогого стоит. Сейчас же на ринге дворца спорта «Даулет» мы видим начало противостояния весовой категории до 93-х килограммов. Микола Радчук из Украины против Муслима Магомедова из России. Такое вот восточно-европейское дерби в центре нашей столицы. И у сборной России уже есть две золотые медали, три золотые медали. Нет, у них, по-моему, не три, у них уже… Уже четыре золотые медали. Пять золотых медалей. Пять золотых медалей. Это в самом деле… В сборной России традиционно является фаворитом всех мировых чемпионатов. Например, на прошлогоднем чемпионате мира в Макао из семи золотых медалей тогда еще женской категории не было, и мышки было всего семь. Они все семь завоевали золотых наград, и на чемпионате Европы все семь. Поэтому тем ценнее на золото Санжаро Адилова, нашего юного ММА-файтера, вес этого 56-70-х килограмм, еще на чемпионате Казахстана в Атрау в мае этого года Абдуманаб Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, легендарный тренер России, наш очень близкий товарищ и друг, приехал в гости, и когда мы наблюдали за Санжаром, он нам сказал, смотрите, вот Санжар, он у меня тренировался, вот это ваша будущая звезда. То есть в очередной раз он подтвердил свой тренерский талант, заранее разглядев этот самородок, который за это время отточил свое мастерство и сегодня принес в нашей сборной Казахстана золотую награду на этом чемпионате мира. То есть можно сказать, на него ставку делали? На него ставку мы делали изначально, вообще в целом план нашей сборной по золотым наградам продался полностью, однако мы не думали, что наше выступление будет таким успешным, мы думали, минимум ставили одно золото, максимум два, и думали будет, наверное, еще одна-две серебряные, одна-две бронзовые, но в целом две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды у нас. Я поздравляю весь Казахстан, это огромная победа всего Казахстана, всего казахстанского спорта. Ну и в самом деле, самые молодые, одни из самых молодых в нашей команде, Санжар Адилов, весит до 56,7 килограммов, и наша представительница прекрасного пола, Мария Агапова, 20-летняя спортсменка, весовой категории до 61,2 килограммов. Мы видели, как ее победа добывалась со слезами на глазах, и это были очень-очень красивые на самом деле кадры. Мария продемонстрировала просто сумасшедшую волю к победе, вы сами видели, два раунда у нее шла очень равная борьба с ее очень сильной белорусской соперницей. Вчера Мария досрочно обыграла соперницу из России, а белорусская тоже, в свою очередь, досрочно обыграла свою соперницу. И было понятно, что финал будет очень непростым, каким он и оказался, и на протяжении двух раундов шла довольно равная борьба. В третьем раунде Мария действительно показала свою волю к победе сумасшедшую просто. И за предельную мотивацию, и достойно стала первой чемпионкой мира среди женщин из Казахстана. Вы уже смели поздравить ее? Да, я быстро поздравил. Она первая чемпионка мира среди женщин из Центральной Азии, не то, что из Казахстана. Это супер на самом деле. Уважаемые друзья, напомню вам, что пятый чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА в Астане имеет свой ряд различий от других турниров, прошедших ранее. В самом деле мы видим изменения в ринге, мы видим, что добавилась весовая категория у мужчин, ну и, конечно же, то, что добавились две женские категории, среди которых одна из них оказалась нашей. Вес до 61,2 килограммов. Мария Агапова стала чемпионкой мира. Что еще нового? Вот мы приглашали Вадима Финкельштейна, и он в полном восторге от организации, от приема, от самого турнира. Он сказал, что провел немало встреч на высоких кругах, и были достигнуты несколько договоренностей будущего казахстанского ММА. Не только будущего, были достигнуты договоренности по будущему всего мирового ММА, не побоюсь этого слова, и это не будет звучать громко. Нас ожидают действительно революционные шаги, тесное взаимодействие между ММА и Аймов принесет свои плоды в будущем, потому что обе организации понимают, что для того, чтобы попасть в олимпийскую семью, им нужно объединяться. И, естественно, здесь в первую очередь для обоих организаций играет именно конструктивизм и профессиональная работа тех организаций и федераций, которые они имеют в своих странах представительствах. И отрадно осознавать, что мы стоим в авангарде этого процесса, Национальной Федерации ММА, Панкратиона и Грэпплинга, внесла в этот раз свой большой вклад, свою лепту в укрепление всего мирового ММА. И мне многие подходили представители других команд, с Аргентины, с Мексики, с Франции, с Германии, с России, и говорили, что сегодняшний чемпионат лучший в истории по организации, по качеству, по накалу и по подготовленности бойцов. В столице нашей республики по традиции стала такая вот нейтральная площадка, где решаются очень большие вопросы. И, наверное, здесь стоит отметить, что две, по сути, конкурирующие организации, одна из них Всемирная ассоциация смешанных единоборств, Вадима Финкельштейна и Керрида Брауна, президента Международной Федерации смешанных единоборств, здесь создали свою конструктивную площадку благодаря казахстанским функционерам в лице Айдара Махметова, Сагиндыка Макеева. И то, что здесь, в Казахстане, решаются очень большие вопросы, это, на самом деле, большой плюс для всего мирового ММА. Айян, вы совершенно справедливо отметили, действительно, Казахстан в очередной раз подтвердил свой статус рабочей, такой диалоговой площадки. И мы, конечно, рады брать пример с наших старших товарищей. Они решают дела в политических кругах, а мы решаем дела в спорте. И спорт – это тоже сконцентрированная политика, как говорится. И мы очень рады, еще раз подчеркну, то, что именно Казахстан, именно Астана в эти дни стала столицей мирового любительского ММА. Оба президента Всемирной Федерации сегодня здесь. Было, как я еще раз повторю, очень много революционных решений нас ожидает в будущем. Сегодня, буквально за обедом, мы многие вещи обсуждали. Это, конечно же, пойдет только на пользу всему мировому ММА. Мне хотелось бы со своей стороны поблагодарить всех наших спонсоров, всех тех, кто внес посильную лепту. Это и Акимат Астаны, и Министерство информации и коммуникации, и Аоса Мрухазана, и многие наши близкие товарищи. Рахмет вам большой. Вы все проделали огромную работу, может, даже сами не представляете, какую, по подъему, по выходу на другой, иной качественный уровень всего Казахстанского ММА. Ну и это, конечно же, продолжение разговора дает хорошую почву для продвижения, во-первых, движения ММА. Ну и будем надеяться, что в будущем ваши ряды пополнятся еще больше количеством спортсменов из разных регионов нашей страны. Спасибо большое. Уважаемые друзья, продолжается поединок между Миколой Радчук из Украины и Муслимом Магомедовым сборной России. Мы видели в первом раунде, в портере продолжалась вся борьба, буквально с первых до последних секунд. Сейчас же есть некоторая... Есть возможность посмотреть... Была возможность посмотреть бой в стойке, но увидите вы, как... Снова вся борьба перетекает в портер. Россияне традиционно очень сильны в борьбе и очень сильны в функциональной подготовке, хорошо дышат и является практически непроходимыми соперниками для любого. И здесь, правда, сейчас в тяжелом весе выйдет Узбек один. Весит 130 килограмм, а порхает, как бабочка. Вот сейчас его сами оцените. Мне кажется, для россиянина Малыхина он станет сюрпризом. Айдар, ну, несколько слов. Понимаю вашу занятость и несколько слов о профессиональных поединках. Да, спасибо большое. У нас по окончании поединка в тяжелом весе состоится награждение команд. И состоится впервые, кстати, в истории Чемпионатов мира награждение лучшего бойца чемпионата. Лучшего бойца мы решили определить, каким образом. Так, как обычно делается в футболе, например, FIFA, очень профессиональная организация. Руководители, президенты национальных федераций будут голосовать по одному файтеру. И в конце мы определим, какой же файтер завоюет кубок лучшего бойца пятого чемпионата мира в Астане. После этого нас ожидает награждение команд победительниц. И три профессиональных боя в ММА. Это наш казахстанский промоушен Найза Fighting Championship, NFC. Три наших парня. Это Сабид Жасупов, местный астанинский боец. Шангыс Хайранов из Бейнеу, из Подахтау. И Даурен Ермеков дважды вице-чемпион мира по WMMA, чемпион Азии. И наши трое бойцов выйдут. И Даурен Ермеков будет оспаривать и тут пояс чемпиона Евразии по ММА по версии NFC. Все самое интересное впереди. Будем смотреть, будем ждать, будем болеть за наших бойцов. Спасибо большое вам, Айдар, за то, что посетили нашу студию. Желаем удачи вам в дальнейшей работе. И, конечно же, будем болеть. Будем надеяться, что наш ММА станет лучшим и сместит сборную России. Будет тяжело, но мы готовы к этой тяжелой работе. Болейте за нас, болейте за ММА. ММА – это наш вид спорта. Это не спорт легионеров в Казахстане. Это именно наш, безден хазах, спортом злой. Болейте за нас, болейте за наших бойцов. Аллах, Казахстан. Рахмет вам, Айдар. Всего хорошего в вашей работе. Уважаемые друзья, продолжается поединок. Восточно-европейское дерби. Микола Радчук, Украина. Муслим Магомедов, Россия. Это тяжелый вес до 93 килограммов. Нас впереди еще ожидает последний поединок в любителях по ММА. Свыше 93 килограммов Азамат Бахадур Зуда. Сама фамилия говорит о себе. Вы знаете, что Бахадур – это батыр по-нашему. Поэтому будем смотреть и ждать от узбекского файтера самого яркого проявления на ринге Астаны. Ну и Анатолий Малыхин – очень опытный боец из России. Это все будет впереди. Пока что, как вы видите, борьба в партере продолжается. Какой-то вот дежавю здесь возникает. Потому что в весе до 77,1 килограммов мы видели, как наш земляк… Прошу прощения, до 84 килограммов наш земляк Еркенбек Инжель против Магомеда Шахруддинова провел по налоге такой же поединок. И здесь россияне не изменяют своим традициям. Мертвой хваткой буквально приклеится к своему сопернику и всю борьбу провести в партере. Конечно же, не самое зрелищное видение для всех любителей, поклонников ММА. В любом случае, будем смотреть, что из этого выйдет. Второй раунд на стадии завершения. Последние 30 секунд в этом поединке. Как говорят в таких случаях, праздник для казахстанских поклонников ММА у Толса. У нас есть две золотые медали, есть серебряные награды и россыпь бронзовых наград. Поэтому будем смотреть сейчас и спокойно уже отдыхать и узнаем все-таки без шансов здесь в самом деле. Российский файтер доминировал на протяжении обоих раундов. Украинскому бойцу Миколе Рачку все-таки не хватило опыта и мастерства вырваться из зацепов, из борцовских приемов своего соперника из России. И сборная России грозит завоевать еще одну очередную, шестую уже по счету золотую медаль. Без сомнения, Муслим Магомедов, воспитанник дагестанской школы ММА, представитель России завоевывает шестую золотую медаль для своей страны на этом чемпионате мира. Напомню вам, что в этом же весе бронзовые медали на счету у Роберта Лау из Германии и Османа Абдулазизова из солнечного Кыргызстана. Сейчас все номинанты на пьедестал подсчета выходят на ринг. И прямо в самом центре ринга организаторы турнира. Одарят медалями гостей из ближнего и дальнего зарубежья. 22 года Муслиму Магомедову. Достаточно молодой он для мирового ММА, но несмотря ни на что, у него за плечами очень большой стаж работы в единоборствах. Не секрет, что дагестанская школа ММА сегодня лидирует не только в России, но и во всем мире. Очень много спортсменов, не вмещаются они в эту маленькую горную страну, и поэтому очень много бойцов переходят в другие регионы, и там показывают свои лучшие кондиции, выступая за различные регионы. Они тем самым становятся чемпионами России. И последний чемпионат России 2017 года показал нам картину, что все-таки сегодня нет равных с агадистанским файтером. Ну и Хабиб Нурмагомедов. Яркое проявление современного мирового ММА. Ожидался приезд этого великого бойца в Казахстан. Помимо него и Федора Емельяненко, почетного президента Всемирной ассоциации смешанных единоборств. Но, к сожалению, в последний момент оба бойца не смогли приехать. И это стало немного грустной ноткой в проведении чемпионата мира. Лучший из лучших в этой весовой категории до 93 килограммов собранных в центре ринга. Памятное фото. Самая приятная часть на люку соревнований.